В списках значится «Книга памяти Ненецкого автономного округа» пополнилась новыми именами. 153 участника Великой Отечественной войны представлены впервые. С некоторыми из них мы познакомимся прямо сейчас в программе «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях автор издания Андрей Николаев. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с изданием «Новой книги». Очень достойный материал здесь. Скажите, как так получилось, что многих солдат мы потеряли, ничего не знали о них? Ну, потерять солдат, как бы сказать, не составляет большого труда. Нужно сказать, что первая книга памяти, она была подготовлена в 1995 году. И нужно понимать, что являлось источником информации. Конечно же, нельзя сравнивать 1995 год и теперь, когда, в настоящее время, когда есть интернет, когда у Министерства обороны огромное количество различных ресурсов, различных сайтов, где выкладываются документы на солдат. Поэтому то, что сейчас в книге опубликованы вот эти 150 имен, вновь опубликованы, это по большому счету ничего не значит. Потому что кроме этих 150 вновь внесенных имен, у нас внесено огромное количество, во-первых, исправлено огромное количество ошибок, а во-вторых, внесено огромное количество информации, новой информации, которой никогда не было. То есть это десятки тысяч, то есть единиц данных. А как устанавливали ошибки? Ну, мы работали с документами, опубликованными на сайте Министерства обороны, обобщенный банк данных «Мемориал». Это портал, где представлены документы на погибших, пропавших без вести. То есть, по большому счету, здесь представлены документы о потерях. Либо о потерях, как сказать, боевые документы, либо документы послевоенного периода. То есть основной источник информации – это сайт ОБД «Мемориал». Почему? Потому что мы пошли по методике, мы очень хотели выпустить эту книгу «К юбилею Победы», и мы пошли по методике не отрабатывать всю информацию по каждому солдату, а отрабатывать источники. То есть отработали один источник, приступили к следующему источнику. И получилось, что, во-первых, документы о потерях Министерства обороны, ОБД «Мемориал» сайт мы отработали. Мы отработали архив газеты «Нарьяна Виндер». То есть буквально все статьи, где идет упоминание об участнике Великой Отечественной войны, мы брали оттуда имя и проверяли, опять же, на сайте ОБД «Мемориал». На это ушло два года, поэтому других источников мы практически не трогали. Если говорить об источниках, нужно сказать, что есть еще очень такой большой источник, это портал информационный тоже «Память народа» он называется. Здесь представлены не только документы о погибших и пропавших без вести, здесь представлены документы о награждениях, списке войсковых частей, документы с военно-пересыльных пунктов. То есть, по большому счету, эта работа еще будет продолжаться, потому что источников отработано пока не очень много. А с архивами удалось поработать? Вот все, что публикуется на сайте ОБД «Мемориал», это и есть архивы. Это центральный архив Министерства обороны, в первую очередь, это военно-морской архив, ну, есть еще целый ряд других архивов, но это все опубликовано в одном источнике. Очень много фотографий в книге представлено, знаю, что некоторые из них, ну, были, так скажем, неузнаваемые. Как удалось их отреставрировать? Кто этим занимался? Это все. Книга «От корки до корки» делась нами, да. То есть художников не привлекали? Там не было ни художников, ни корректоров, ни дизайнеров. Это все в одном лице было делось. Что касается фотографий, в 2012 году мы начали такой проект, мы его называли «Живая память». Мы ездили по деревням, на снегоходах, это зимой в основном проходило, ездили по деревням и сканировали материалы, плоскостные материалы, то есть документы, фотографии. То есть вот мы приезжали в Вандик, мы, например, приехали, в Вандике есть музей, ну, такая комната боевой славы. Мы приехали в Вандик, привезли аппаратуру свою, сканер, компьютер, и на протяжении трех дней мы сканировали все, что можно было найти о солдатах, об участниках Великой Отечественной войны. То есть документы, письма, воспоминания. Конкретно в Вандике Вера Семеновна Буркова, когда начинала работу, именно она создавала этот музей. Она очень многих ветеранов опрашивала, то есть очень много тетрадок, прямо на каждого ветерана заведена тетрадочка и его воспоминания. То есть мы это все сканировали, мы отсканировали в Вандике, в Коткино мы ездили, мы ездили в Харуту, то есть вот такой в Сопке с землячеством мы работали. То есть на протяжении многих лет мы собирали эти фотографии, очень много. Плюс лично я занимался макетированием книги «Алина Армия» Юрий Викторович Канев, автор. И я ретушировал фотографии, которые Юрий Викторович Канев использовал в своей книге. И какие-то фотографии ветеранов были, но их было немного, конечно же. То есть за счет того, что мы сканировали это совершенно с другим подходом, мы сканировали это под ретушь, потому что некоторые владельцы фотографии считают, что фотография должна быть в таком виде, в каком она была. И вот они ее максимум публикуют в сети интернет, но она маленькая, качество теряется, особенно если это опубликовано в ВКонтакте, то контакт сжимает все эти фотографии. Мы же работаем следующим образом. Во-первых, все фотографии, которые идут на ретушь, они сканируются в определенном формате. Это формат TIFF, то есть формат, который сохраняется без сжатия. Все фотографии при сканировании увеличиваются до 30 сантиметров. В каждую фотографию, даже если это фотография малюсенькая из, например, военного билета, то есть она 2 сантиметра по самой длинной стороне, то мы ее при сканировании увеличиваем до 30 сантиметров. Это можно сделать только при сканировании, и то не на каждом сканере. То есть после того, когда фотография становится большой, где много информации в этой фотографии, то с этой фотографией можно работать. Ну и дальше уже время, ретушь. Если говорить вот так вот более понятным языком, то вот пример я приводил в деревнях, что вот ваша фотография, ну мне человек приносит, например, в электронном виде фотографию, и вот я говорю, ваша фотография весит 160 грамм. А я сканирую эту фотографию, она у меня весит 85 тонн. То есть вот так, таким понятным образом я уже объясняю. И когда мы увеличиваем фотографию, 2 рядышком ставим, на моей фотографии, это самое, как бы сказать, глаза и ресницы, а на той фотографии 2 квадратика. То есть здесь просто подход. Зачем делать по много раз? Нужно один раз сделать качественно, и все. Очень интересный дизайн обложки, да? Так не видно, но если приглядеться, то это фотографии лица солдат. Чья была идея создания? Ну, эта идея, я не знаю, чья она была, потому что эта идея сейчас такая очень распространенная, и многие выставки так проходят, но для того, чтобы это сделать на обложке книги, это была моя идея. Проблема была здесь не в фотографиях, а проблема была в том, какую картинку придумать. Но, слава богу, совершенно случайно в сети интернет мы увидели вот такой вот плакат художника, на титульном листе все написано, автор художника. Вот, мы нашли, кому принадлежит эта фотография, то есть ее автор, ну, это картина, это плакат, так скажем. Вот, нашли, кому принадлежит авторство, там тоже все расписано, все это копирайт. Договорились, мы получили разрешение на использование этого плаката в качестве, как сказать, основы для обложки, а потом уже делать техники, потом уже работа с программами и такая мозаика из фотографий. Здесь действительно использованы все те фотографии, которые находятся в книге. То есть, если присмотреться, то можно... Можно различить, да. Да, можно различить. Мы специально их немножко увеличили, потому что в первом варианте у нас было 3000 фотографий на обложке, и у нас одна женщина посмотрела на распечатку и сказала, такое чувство, что на тебя смотрит этот солдат, хотя вроде он смотрит в другую сторону. Ну, вот здесь вот видно, да, что здесь изображен солдат, вот. А потом, когда мы сказали, что здесь на самом деле лица солдат, и когда она уже пригляделась, и она увидела эти фотографии, то есть мы всегда на презентациях обращаем на это внимание. У нас даже сделан большой баннер 2 метра высотой, и люди любят фотографироваться возле этого баннера. У нас несколько баннеров, где поближе мы большой баннер используем, где подальше поменьше баннер, чтобы его было проще возить. И люди фотографируются возле этого баннера, и там четко видно эти фотографии, эти лица солдата. И действительно складывается ощущение, как будто вот на тебя смотрят эти солдаты. Как появилась идея создать книгу? Это вы знаете, это как такое, в 2014 году мы делали проект. Мы решили пройти на снегоходах до поселка Рикосьха, это деревня Рикосьха на самом деле. Это та деревня, куда уходили олено-транспортные эшелоны Сненского округа. То есть они там проходили обучение, формирование, принимали присягу, и потом дальше уже распределялись, кто под Ленинград, кто на Карельский фронт. Олени на Карельский фронт, люди в разные места. И тогда мы не понимали, что у нас большая проблема с именами солдат. Но в деревнях к нам постоянно обращались люди. К нам приходили и спрашивали, помогите найти. Мы сначала думали, ну есть интернет, можно же поискать. А оказывается, у нас в деревнях на интернете далеко не везде. И это оказалась огромная проблема в деревнях. И мы одному помогли найти, другому помогли найти. Потом стали сравнивать, тут не так, там не так. И в итоге получилось так, что стало проще сделать книгу. Мы стали придумывать, как это делать. Книгу писали не в Word, не в текстовом редакторе, а книга писалась в электронной таблице. То есть как бухгалтерская программа. То есть мы работали с этой книгой не как с текстом, а как с данными. То есть каждая единица данных – это своя ячейка. Эта система позволяет сортировать данные. Это сами придумали эту систему. Ну, это сама эта программа, она есть на любом компьютере. Любой школьник изучает ее в школе. То есть это электронные таблицы. То есть система, ну, просто разносили всю информацию. Имя в одной строке, фамилия в другой строке. Это самое, как сказать, дата. Ну, в общем, любая информация в отдельной ячейке. И если, например, мне нужно найти всех солдат, которые числятся, например, родившимся в деревне Антик, я нажимаю одну кнопку, и у меня появляется список всех из Антика. Если я хочу найти солдат, погибших 29 апреля 1942 года, нажимаю на эту дату, и они у меня все. Потом я смотрю, кто в Мурманской области, и они у меня все. И в итоге мы определили 125 солдат, погибших в одно и то же время, в одном и том же месте. У всех разная информация, и у всех не хватает какой-то своей ячейки. Но когда мы сопоставляем эту информацию, эта информация добавляется автоматически всем. Потому что когда у них одно воинское подразделение, одна дата гибели, мы понимаем, что все остальное у них то же самое. То есть это воинское подразделение, там, 6-я, например, отдельная лыжная бригада, она погибала в одном месте в этот день. То есть их нет там в разных местах. То есть вот такой анализ, такая система, она позволяет анализировать данные и искать. Ты понимаешь, где их искать потом, где они должны быть. На какие средства была издана книга и сколько экземпляров? Тут нужно говорить о том, что подразумевается под фразой «издана». Если говорить о том, как она создавалась, это одни средства. То есть мы начинали это все делать на собственные ресурсы. Мы тогда говорили, что если делать это, как сказать, на общественных началах, то всего лишь нужно 20 лет. Всего лишь нужно 20 лет интенсивной работы. И в свое время Александр Витальевич Цибульский, когда был губернатором Ненецкого автономного округа, он услышал наши отчаяния. И за счет программы патриотического воспитания жителей Ненецкого автономного округа были выделены средства на какие-то поездки. Ну, они шли как по договорам, но мы на эти деньги могли ездить, по крайней мере. Мы могли ездить по деревням, мы могли работать там, выезжать куда-то, как сказать, в архи. Ну, то есть были средства. А в следующий год уже следующий губернатор наш, это самое, Юрий Васильевич Бездудный, он тоже поддержал этот проект. То есть финансирование, по сути, было целый год. То есть целый год мы могли спокойно работать над этой книгой. И мы работали с утра и до ночи. И могли спокойненько, как бы сказать, и компьютеры даже могли купить. То есть у нас куплено два ноутбука для того, чтобы работать именно с этой книгой. Вот, если говорить о печати книги, то это средства нефтяных компаний, это компания Луко и Укоми выделили средства, и Ненецкая нефтяная компания для того, чтобы напечатать эту книгу. Эта книга была напечатана в текущем году летом, напечатана 2000 экземпляров. То есть это очень большой тираж для Ненецкого округа. Вот поэтому мы благодарны. Компании нигде, как бы сказать, такой информации не оперирует. Но мы знаем и в книге мы записали то, что это сделано за счет этой книги. А вот презентация этой книги, она уже по округу, это самая большая презентация, самая длительная, 6 месяцев. За счет гранта, да, президент? Да, за счет гранта. Это грант президента Российской Федерации, который нам предоставил фонд президентских грантов. И грант молодежной секции. У нас есть несколько, как бы сказать, представителей молодежи, в том числе волонтер. Это уже за счет средств Федерального агентства по делам молодежи. Тоже грант. То есть два больших гранта. И мы презентацию проводим совершенно беспрепятственно. Мы можем ехать в любой населенный пункт, который у нас заложен в этом гранте. И там проводить работу. Сколько уже населенных пунктов удалось посетить? Как проходит презентация? Да, значит, весь этот проект реализуется следующим образом. То есть там несколько составляющих. На первом месте это информирование населения. То есть мы приезжаем в населенный пункт. Сразу же мы там развешиваем афиши. Раскладываем по магазинам по всем визитке. То есть люди знают. Ну еще и всему этому предшествует большая работа в социальных сетях. То есть люди знают, что мы приезжаем. Люди знают, когда мы приезжаем. Сейчас только у нас немножко с пандемией сбился график. Но практически вот до конца октября, до середины октября мы шли более-менее по графику. И нам предоставляют помещение. Обычно это дом культуры. Потому что мы работаем тесно с департаментом культуры, спорта и туризма. Администрации Нинско-автономного округа. Нам предоставляют помещение. Мы привозим свою аппаратуру, свой сканер, свой сканер, компьютер. То самое, ну все, что нам нужно. И люди начинают к нам идти. Люди хотят поделиться информацией. То есть люди хотят, во-первых, и получить книгу, и поделиться информацией. Мало того, очень многие хотят, чтобы в следующей книге, уже дополненной, появились их родственники, участники Великой Отечественной войны, которые вернулись с войны и умерли. Либо сразу после войны, либо спустя сколько-то лет, неважно. Здесь у нас только те, кто погиб на войне. Да, в этой книге только те, кто погиб на войне, либо пропал без вести, а это каждый третий. Каждый третий солдат в Нинском округе пропал без вести. Либо те, кто умер в госпиталях, но там есть еще целая большая группа людей, которые на самом деле выяснилось, что они остались живы. Вот у нас хороший пример, который я привожу на презентации всегда, Литков Николай Егорович. Николай Егорович был очень известным человеком в Нинском округе. Он возглавлял исполком, он был депутатом Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. То есть этот человек был очень известный. В обоих книгах памяти он числится без вести пропавшим. У него огромное количество родственников по всему Нинского округу. Он в обоих книгах памяти без вести пропавший. У нас таких людей уже порядка 50. Вот если говорить еще о такой ситуации, то можно в качестве примера привести поселок Нельминос. В поселке Нельминос, только приехав туда, мы вернули из без вести шестерых солдат. То есть шестеро пропавших без вести солдат из поселка Нельминос обрели, так скажем, свое законное захоронение. Они похоронены на кладбище в поселке Нельминос. Причем у них установлены памятники ветеранам войны. То есть оказывается, как бы сказать, про них все знали, но во всех книгах, включая эту, они без вести пропавшие. Седьмого солдата мы вернули из небытия в Оксино. Он тоже из Нельминоса. Вот женщина подошла, спросила, хочу по своему деду спросить информацию. Стала говорить, что у вас есть по такому-то, такому-то, я не помню сейчас фамилию. Мы стали смотреть в нашей базе, что у нас. И там написано, что у него было столько-то братьев. Она говорит, да, 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 это вот все его братья. Да, да, это мой, это самое, мой, как сказать, это у моей мамы брат. Моей мамы брат. Я говорю, вы можете по нему добавить информацию? Могу. И дает мне фотографию его. На фотографии написано, дорогому брату, 49-й год, Дальний Восток. Потом дает вторую фотографию. Дорогой сестренке, 59-й год, Дальний Восток. Человек вернулся с войны, жил долго и счастливо. Вот, числится. То есть, эту работу, вот мы сейчас провели оценку документов о безвозвратных потерях в основном. Вот. Теперь мы провели работу по, как бы сказать, тому, чтобы сверить эту информацию с родственниками. То есть, мы, первое, мы проводим презентацию, мы информируем людей. Если список населенного пункта погибших и пропавших без вести не очень большой, мы прямо проходим с какой-то вот такой вот компетентной группой жителей этой деревни. Вот так было, например, верхней пёши, волоковой было так. Вот. Мы прямо по списку проходим. И уже определяем. Чаще всего у нас находятся солдаты, которые в деревне не учитаны. То есть, если солдат родился в этой деревне, ушёл воевать, у него не было семьи, он погиб, да, или он, например, ушёл воевать не из этой деревни, а переехал там из волоковой, например, в верхнюю пёшу и оттуда ушёл. Он может потеряться. У нас таких солдат потеряно очень много в деревнях. У нас в Нальминосе из 77 солдат, которые к Нальминосу мы приписываем, из 77 потеряно 55. Представляете? 55. Вот. То есть, и в каждом населённом пункте есть вот такие вещи. Сколько-то человек нет у нас, мы про них не знаем, мы их не нашли. А сколько-то человек нет у них. То есть, вот эту всю работу нужно привести в соответствие. А есть же ещё вымершие деревни, да? Да, есть вымершие деревни, но чаще всего, вот, например, много вымерших деревень, как сказать, раньше были вокруг Омы. Но в Оме есть люди, которые занимаются этим вопросом. То есть, вот этих вот, во-первых, у нас всплывают эти люди, да, то есть, когда мы вносим данные об этих солдатах, мы вносим то место, где они родились-то, или где они жили. Вот. Мы вносим имена родственников, которые указаны в документах. Мы потом это всё, как бы сказать, выкладываем в сети интернет. У нас есть своя, как бы сказать, страничка ВКонтакте, где уже, я точно знаю, что вчера Пономарёв там, на фамилии Пономарёвы были. Вот. То есть, мы выкладываем уже всё лето, каждый день с июля, с 8 утра до 10 вечера. Каждый день, через каждый час, публикации солдат идут. И вот только ещё Пономарёв публикуется. То есть, эта публикация, я думаю, что будет где-то до февраля проходить. И вот у нас там люди сверяют своих родственников, и огромное количество писем идёт. На сегодняшний день мы пока не отвечаем на эти письма, потому что, если мы будем просто отвечать на эти письма, не вносить их в базы, и, как бы сказать, ответ на письмо предполагает, опять нам ответ, то есть, начинается переписка такая. То есть, это нужно сразу всё учитывать. И если мы сейчас начнём, просто отвечаем. Мы потеряем тех солдат, кого мы внесли в базы, кого не внесли. Поэтому те люди, которые пишут на этой страничке Memory Book Now, вот, это моя личная страничка, вторая, там только солдаты публикуются. Ни в коем случае нельзя думать, что мы не отвечаем на ваши письма из-за того, что мы вас игнорируем. Это будет, как только у нас появится время, мы начнём обрабатывать все эти письма. Там сейчас больше ста вот таких сообщений, то есть, их очень много, и в каждом сообщении судьба солдата. То есть, это большая работа, и на сегодняшний день мы не можем её реализовать. То есть, тех солдат, которые в деревнях, которых уже нету, мы учитываем, потому что есть инициативные люди, которые их тоже учат. Вот, например, Оксина. В Оксина чётко прописано на мемориале те солдаты, которые ушли из Оксина, те солдаты, которые ушли из Голубковки, те солдаты, которые ушли из Бедового. То есть, они там чётко прописаны. Вот, так вот, я не договорил о направлениях, какие у нас есть. То есть, первое, презентация книги. Второе направление. Мы обследуем воинские мемориалы. То есть мы полностью проводим сверку тех имен, которые на мемориале с нашими базами. И очень часто мы на первом этапе не понимаем, кто там находится. Потом, когда в той же Эндиге, там есть и погибшие, и вернувшиеся с войны. По чуть-чуть. И ветераны труда, и дети войны. То есть там такой симбиоз. И это все в одном тексте. В том же, например, в Красном, там все солдаты по алфавитному порядку. А там было порядка 13-15 деревень. То есть их там очень много. И эти деревни уже потерялись. Мы же сторонники того, чтобы деревню увековечить вместе с солдатами. То есть если из Чупова, все Чуповы ушли на фронт, и деревня умерла, мужиков не осталось. Или из Сахарова, все Сахарова. То есть не надо забывать про это Чупово, или про это Сахарова, или про Коржи, или еще про что-то. То есть эти деревни были, они вносили лепту в экономику государства, они строили победу, путь к победе. Поэтому у нас вот такой подход, мы их тоже не забываем. Кроме воинских мемориалов, мы посещаем захоронение ветеранов. То есть мы приходим на кладбище, и прямо вот досконально все могилы, где есть имена, мы их всех проходим. И если на обелиске есть дата, и дата соответствует, ну как бы сказать, не позже 1927 года, мы это фотографируем. Фотографируем в нескольких, как бы сказать, несколько кадров. То есть фотографируем могилу ее состояния, фотографируем памятник, фотографируем саму табличку. То есть от одной до четырех фотографий у нас обычно бывает. И потом все это дело. Во-первых, сначала в населенном пункте проверяем. То есть у нас есть такие могилы, что стоит звезда, например, на могиле. Стоит звезда, георгиевская ленточка. Но стоит деревянный крест. Или внеси, например, я залез там в какие-то дебри, и там стояла могила, старый-старый крест. Вот такая ветшавая оградка деревянная, дерево выросло. То есть я даже к кресту добраться не мог. Я руку протянул туда с телефоном, сфотографировал. А там на фотографии дед, а у него медаль за победу над Германией. Мне сказали, это был труженик тыла, и медали похожи. Но победа над Германией, медаль на георгиевской ленточке. Ее на черно-белой фотографии хорошо видно. А труженик тыла цветная ленточка, и она там, ну, разная ширина полосок. То есть не могла у него просто так появиться медаль за победу над Германией. То есть вот такие вопросы мы решаем, просматриваем. У нас есть на кладбищах, на гражданских, есть могилы ветеранов войны, которые никак с Ненинским округом не связаны по документам. То есть в той же виске красивая могила летчика, классический такой, как сказать, металлический обелиск, звезда. Он там на фотографии, как это самое, в шлеме. Мы стали его проверять. Он ни по одному документу в Ненинском округе не числится. А он здесь жил и здесь похоронен. То есть вот надо искать. Таких случаев очень много, очень много. Куда отправится эта книга? Значит, эта книга, она уже очень много где есть. Эта книга во многие населенные пункты, вот где мы были, она уже, мы туда привозим. Ну, обычно мы привозим порядка там до 30 штук. Потому что она очень тяжелая. Она такая весомая, она весит около 2 килограммов. Пачка включает 5 книг и весит 10 килограммов без малого. Вот. Очень много куда мы ее уже отвезли. Очень много, как сказать, ну, она есть во многих общественных организациях, в Совете ветеранов. Она, мы передали огромный тираж для всех библиотек, в Центральную библиотеку. То есть во всей библиотеке эта книга поступит. Она уже в библиотеке, решается вопрос об ее отправке. Она есть в ряде муниципальных образований. Мы передали большое количество книг для НИСИ, для ОМИ, потому что когда мы там были, книга еще не приехала. И поэтому мы туда не привезли. Но эта книга, я знаю, что она еще находится в городе. Потому что решается вопрос, как туда эти коробки книг увезти. Но это все решается. И я так думаю, что при поддержке администрации мы все это решим. Я думаю, до Нового года сейчас пойдут борта, повезут подарки, повезут детей в школы. И я думаю, что книга будет уже везде. Спасибо, Андрей, большое. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Я буду ждать еще обновленной книги, как и все жители Ниньского автономного округа. Очень кратко, когда она появится, когда планируется? Если она появится, то она появится к следующему юбилею Великой Отечественной войны. То есть через пять лет. Но до этого, как моя мама говорила, нужно еще дожить. Будем надеяться, что все у вас получится. Спасибо еще раз. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был автор книги «Памяти Ниньского автономного округа» Андрей Николаев. Встретимся в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.